Здравствуйте! В эфире программа «Разговор». Совсем недавно, в конце апреля, в Ульяновске произошло чудо. По-другому не скажешь. После долгого перерыва в нашем городе состоялись масштабные гастроли одного из ведущих и одного из старейших театров страны Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. И сегодня гость нашей студии, директор этого театра, заслуженный работник культуры России Кирилл Круг. Кирилл Игоревич, здравствуйте! Да, добрый день! Игорь Ильич, начнем сразу вот с чего. Большие гастроли по России, а Ульяновск не первый и не последний город на гастрольной карте вашего театра, посвященного его столетию, основным составом, с привозом множества декораций, с привозом ведущих актеров. О каких радостях и трудностях такой поездки уже сегодня можно говорить? Театр-то и должен каждый день открывать двери для публики и ездить на гастроли по России и в другие страны мира. До пандемии мы это делали очень часто. То есть у нас было две поездки в месяц, и все наши артисты каждый сезон мне приходились и жаловались, и сотрудники, что это очень тяжело, это очень сложно, не успели приехать вечером в спектакль, не успели отыграть спектакль, нужно ехать в аэропорт, прыгать в ночной самолет, чтобы в следующее утро проснуться в другом городе, в другом часовом поясе. Поэтому это было так. А когда случилась пандемия, все это резко в один день закрылось. И то, что случились эти гастроли, они после пандемии – это наша третья поездка. И для нас это невероятно, как так может быть. Поэтому мы очень рады, что мы приехали к вам в город, и именно, как вы правильно сказали, с пятью названиями, десять показов. Это огромный коллектив свыше 120 человек, пять огромных автофур с полностью, с декорациями, с светом, с звуком. Потому что принцип театра Вахтанга, когда мы выезжаем в любой регион России или в любую страну мира, мы обязаны соблюсти то качество спектакля, которое есть в Москве. Поэтому мы всегда привозим с собой и оборудование, если его здесь не достает, и показываем зрителю ровно тот спектакль, который все, кто приезжает в Москву, могут увидеть на сцене Вахтанговского театра. Кирилл Игоревич Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, родился 15 ноября 1967 года в Москве. После окончания школы поступил в юридический институт, где проучился всего год. Затем взял академический отпуск и перевелся на заочную форму обучения. Работал в театрах «Московый бутафором» осветителем, монтировщиком сцены. С 2000 года директор, распорядитель и заместитель художественного руководителя Московского театра «Модерн». В это же время работает заместителем ректора школы-студии «МХАТ» и директором ее учебного театра. В 2010 году приглашен директором в Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. В короткое время ему удалось из финансируемой организации превратить театр в высокоприбыльный, где практически никогда не бывает свободных мест. В 2018 году за вклад в развитие российского театра награжден премией Станиславского, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Цитата «Совершать благое дело всегда радостно, и здесь важна не потраченная сумма, а степень участия, заинтересованности». Кирилл Ильич, раньше вы с вами заговорили о пандемии. Не успела она, будь она проклята, начаться. Одним из первых деятелей культуры, кто выступил с программным заявлением, были вы. И тогда вы вполне справедливо сказали, что вся эта история, которая уже было понятно, что затянется, может убить театр напрочь. Сегодня можно говорить о том, какие из ваших мрачных прогнозов сбылись, а что, слава богу, не случилось из того, что вы предрекали? Ну, знаете, стоит сказать, что как это ни странно звучит, и, может быть, кому-то это даже не понравится, что наша страна, Россия, находится в самом выигрышном положении в мире по поводу этой пандемии. Потому что, если посмотреть на наших коллег в Европе, к примеру, наш художественный руководитель Римас Туминус, он из Литвы, и у них с 17 марта того года театры ни разу не открывались. Мы все-таки смогли открыться в июле, я имею в виду, в России театры, и мы в сентябре театр Вахтангова начали театральный сезон. А того, что вы боялись, случилось? Что зрительство от выклик не пойдет? Вы знаете, мы сегодня видим реальное падение доходов театров от продаж билетов ровно на 50%, потому что в Москве, к примеру, разрешена продажа билетов на 50%. Мы видим, что у людей стало меньше денег в связи с этой пандемией, что многие потеряли работу, у многих, так сказать, свернулись бизнесы и так далее. Конечно, это серьезный удар по экономике любого театра. Но еще раз подчеркну, нам грех жаловаться, потому что наши коллеги в Европе, в Америке, везде сидят уже больше года и не работают. Поэтому, слава богу, что это так, слава богу, что мы работаем, что мы играем в спектакли, что мы приезжаем к вам в Ульяновск, после мы едем в Тюмень, Барнаул, Омск, Пермь и так далее. А вот эти гастроли, они сильно помогают экономике театра? Вы знаете, смотря от чего мы отталкиваемся и как мы считаем экономику театра. Если мы отталкиваемся от аншлагового сбора в Москве 100%, то, конечно, если эти цифры две сравнить, это, конечно, убыточная история. Если мы говорим о том, что мы, параллельно находясь на гастроли в Ульяновске, продолжаем играть спектакли в Москве, то это, безусловно, знаком плюс. Если говорить о ситуации конкретно с городом Ульяновск, то мы, находясь здесь, мы у нас на исторической сцене выпускаем спектакль «Мертвые души» в главной роли с Марией Ароновой. Поэтому нам, так или иначе, нужно было обязательно на этот выпуск, когда сцена основная не работает, увести оставшуюся труппу коллектива, чтобы коллектив продолжил работать. Это наш главный принцип театра, что мы всегда работаем. Наше дело, я еще раз повторю, открывать каждый день занавес. Открывать занавес. Вот не хотел задавать вопрос, но задам. Можете не отвечать. Это правда, что в Москве существует такое понятие, как цена поднятия занавеса? Я впервые от вас слышу, значит, цена поднятия занавеса. Ну, то есть, если, допустим, сборы меньше какой-то суммы, то актеры на сцену не выходят. Вы знаете, это касается гнилой антрепризы, очевидно, которую я бы просто закрыл безжалостно и запретил всем этим заниматься. Вся антреприза плохая? Практически вся. Может быть, за редким исключением, знаю, один-два спектакля, которые, ну, вот как-то случайно затесались в этот ряд. Все остальное – это, извините, тупое, бездарное зарабатывание денег. Что с этим делать? Как управление? Закрывать тюртую матерью, запрещать это делать. Просто запрещать. А если в интерпризах играют великие, Шакуров, даже Аронова? Понимаете, это, еще раз, не имеет никакого отношения к искусству. Давайте вот, если мы говорим об искусстве, да, если мы зарабатываем денег о бизнесе, да, конечно, хороший бизнес. Но если мы говорим все-таки с вами, что здесь об искусстве, это не имеет никакого отношения к искусству. Окей, с этим разобрались. Столетие театра Вахтангова. И ровно, если интернет не врет, одну десятую часть этого столетия, вы в нем. Да, я в нем ровно 11 лет. Интернет вам, безусловно, не врет. Юбилей театра Вахтангова мы будем отмечать 13 ноября 2021 года. Вот уже, можно сказать, совсем-совсем близко. Много у нас было сделано к этому столетию. Много нам испортила пандемия, то, что должно было быть сделано. Но самое главное, принят указ президента России о том, что отмечается юбилей на государственном уровне. Все равно рабочая правительственная комиссия, составлен план основных мероприятий. И по этому плану основных мероприятий мы работаем. Все, что там намечено, все практически сделано, за исключением зарубежной программы. И гастроли по России, которые откладываются, переносятся и так далее. А на этом фоне каким вам видится место управленца-администратора, тем более в старейшем театре России? Человек, который будет внимательно слушать творца, художника, находить компромисс и быть таким дипломатом между разными слоями труппы, артистов, сотрудников театра. И человек, который будет отвечать за этих людей, за их радости, горести, проблемы. И помогать им решать. Извините за некоторую проекционность вопроса. А кто в театре Вахтангова главный? Римас Туминс. Римас Туминс. Художественный художник или театр Римас Туминс. И как раз вот пока мы сейчас находимся на гастроли, Римас репетирует в Москве юбилейный спектакль «Война и мир». Это огромное полотно, где он предполагает занять всю труппу театра. В таком случае давайте поговорим о современном, как его принято говорить, директорском театре как явлении. Есть такое мнение, что с одной стороны это хорошо, потому что директор, как никто, умеет сделать театру кассу. То есть то, за счет чего театр живет. Нет, 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 это сразу, вы знаете, ваш вопрос даже ошибочен. Директор не делает кассу. Кассу делает режиссер спектакля, который его ставит, и артисты на сцене. А отвечает и делает спектакль. Один человек – это тот, кто сидит за режиссерским столиком в зале и репетирует. Все остальные, в том числе я, директор, вся постановочная часть, артисты, все-все мы, мы помогаем этому человеку. И от степени таланта, удачи, чувства времени, профессионализма, если хотите, набора авторских компетенций, понимания, как сделать спектакль, понимания, что ждет публика, но ни в коем случае не идти за публикой, а публика, чтобы пошла все-таки за спектаклем, зависит то, будет ли сегодня касса или нет. Если бы Римас Туминс не поставил бы Евгения Онегина, была бы в касса в театре Вахтангово? Вот я очень сомневаюсь в этом. Если бы Римас Туминс там 11 лет назад не поставил спектакль «Дядя Ваня», как бы здесь пройдет? Был бы успех у театра? Думаю, нет. Если бы Римас Туминс 10 лет назад не поставил бы спектакль «Пристан» к 90-летию театра, был бы триумф театра, ничего бы не было. Причем здесь директора. Директор в театре – это обслуживающий персонал. То есть явление директорский театр вы не признаете? Я не признаю директорский театр, потому что я хуже всего боюсь и не люблю оставаться, когда Римас надолго уезжает из театра, потому что все творческие проблемы свалятся мне на плечи. Но я не могу артисту объяснить, как нужно правильно эту роль играть. Я не могу вместо заболевшего артиста пойти и делать ввод в спектакль. И я не могу пойти и сделать, так сказать, разбор сегодняшний, как ты сыграл, господин артист. Это не моя профессия. Моя профессия – организовать этот процесс, сделать для всех комфортные условия существования в театре – это моя профессия. А вот это – это не моя профессия. Я могу сказать свои зрительские наблюдения, я могу сказать свои зрительские впечатления, я могу сказать какие-то свои ощущения, как кто-то сегодня сыграл, но это не более, чем зрительское восприятие. Кирилл Ильич, вы знаете, субъективно вы производите впечатление одного из немногих директоров театров, которые по-настоящему театры любят и которые в процессе. Нет, нет, вы ошибаетесь. Я знаю много наших коллег, кто очень любит, так сказать, театр. Просто вы спрашиваете о феномене директорского театра, но я не знаю, я могу там назвать несколько каких-то на всю Россию примеров, где директор театра может себе сочетать функции опытного хозяйственника, опытного менеджера и быть при этом еще творцом. Просто к тому, что директор должен любить театр. Вы знаете, вообще, если ты руководишь чем-то, ты обязан это дело любить. А если уж театром, ты обязан к нему относиться лучше, чем ты относишься к своему дому. И ты должен постоянно заботиться об этом доме, заботиться тем, кто служит, о том, чтобы сделать комфортную обстановку, простить, чтобы в гримёрке было чистое полотенце для артиста, чтобы в зрительских туалетах не было очередей и так далее и тому подобное, чтобы все билеты в кассе были проданы, чтобы реклама была интересная, чтобы зрительское предложение репертуар театра формировался разнообразно. Это вот ты, это должен все обеспечить. Но взять на себя функционал художественного руководителя, наверное, для меня самое страшное, что может быть в жизни. Я веду к тому, чтобы персонифицировать этот вопрос. На самом деле, ведь ваша любовь к театру, судя по тому, что с вами произошло и какой кульбит сделал в свое время ваша жизнь, это что-то особенное. Потому что уйти из юристов сначала в бутафоры, потом в монтировщики, это надо, извините, театр очень любить. Ну, знаете, мне кажется, что в этом, наверное, есть какой-то залог того, что вы называете любовью к театру. Потому что, с моей точки зрения, прийти из какого-нибудь чиновничьего аппарата или еще откуда-то в театр и вдруг стать директором, это совершенно неправильно. Мне кажется, чтобы любить театр, в нем надо вырасти. Вот я могу смело сказать, что я вырос, у меня в трудовой книжке нет ни одной записи, не связанной с театром, так или иначе. А начинал я вообще в театре в 16 лет монтировщиком сцены. При том, что я был из очень, как по тем советским временам бы сказали, очень благополучной московской интеллигентной семье. И мне совершенно не нужно было в 16 лет идти, извините, монтировщиком сцены. Моя семья, мой папа и мама были категорически против моих этих занятий. Всячески меня, так сказать, отговаривали, останавливали и так далее. Но сегодня, по прошествии почти 50 с лишним лет, я понимаю, что если бы я, наверное, не прошел путь от монтировщика сцены, вряд ли бы я сегодня мог бы, ну, как мне кажется, так уверенно заниматься той профессией, которой я занимаюсь. Вы бы свой опыт настоятельно рекомендовали другим директорам театров? Я бы рекомендовал другим коллегам поменьше говорить слово «я» и побольше говорить слово «мы». И тогда все будет, наверное, полегче. И поменьше быть звездой какого-то местного разлива с улицы второй, там, какой-то угловой. Вот. Быть как-то немножечко многим коллегам, я хотел бы, предпринимать, быть поскромнее, почучше к людям более как-то. Я не хочу никаких фамилий вам, естественно, называть, потому что я на ней имею права, но я иногда просто потрясен, когда у директора театра есть персональная машина обслуживает всю его семью. Я вообще этого просто, я этого не понимаю, когда артисты, там, заслуженные народные, летят в эконом-классе, а директоры обязательно в бизнесе. Ну, то есть, вот для меня вот эти вещи, которые какие-то, поэтому, вот, это какие-то совершенно несовместимые вещи. Понимаете? Потому что моя задача, как мне кажется, заключается в том, я все время говорю, как кажется, я все время подвергаю что-то сомнению, что я должен обеспечить этим людям, чтобы им было в радость это делать, чтобы они с полнодачи это делали. Поэтому я должен в том числе отвечать и за их быт, из-за их какое-то обустройство в жизни, в том числе на гастролях, когда мы к вам приехали в Ульяновск. Сегодня среди слоганов таких позиционных, основополагающих театра Вахтангова есть фраза о том, что это театр, в котором не бывает пустых мест на протяжении долгого времени. Да, вы знаете, да. Это, так сказать, есть такая у нас, так сказать, история. Я очень надеюсь, что эта история сохранится и в будущем эта тенденция. Что мы как бы не растеряем интерес к публике. Это сделать очень просто. А вот его возобновить бывает порой нужно десятилетие. А это фишка только театра Вахтангова? Если говорить вообще о театре, сегодня для театра постоянные аншлаги, разговоры о постоянных аншлагах, таких как ваши, это все-таки легкое привлечение или объективная реальность? Если говорить о театре Вахтангова, до пандемии это абсолютная реальность. А если о театре вообще? А если о театрах вообще, есть многие московские театры, но их как бы немного, и их не может быть много. Но есть московские, питерские театры, да, где каждый вечер аншлаг. А что делать в этом смысле не московским и не питерским театрам? Стремиться, чтобы был аншлаг. Работать, делать разнообразные предложения, репертуары, приглашать интересных... То есть своих фишечек и своих тайн вы не раскроете? Советов профессиональных. Ну, каких я вам... Понимаете, у каждого театра своя история, у каждого театра своя жизнь. И взять, и перенести московский опыт театра Вахтангова в Ульяновск, это не получится. То же самое, если я перенесу способ управления или позиционирования Ульяновского театра в Москву, это тоже ничего из этого не будет. Но мы же к этому очень, так сказать, как бы мы шли же к этому не за два года и не за три года. Мы к этому постепенно стремились. Мы постепенно, так сказать, увеличивали свое присутствие во всех, так сказать, областях. Сегодня же ведь театр это зрителям воспринимается не только я пришел на этот спектакль, сел согласно купленных билетов и смотрю спектакль. Сегодня это то, что вокруг театра, это все очень важно. Как меня встретили, как меня приняли, какие туалетные комнаты, какие есть удобства в театре, как работает буфет, что продается в этом буфете, по каким ценам, в какой, так сказать, посуде мне кофе, так сказать, подалили вот чай, который мы с вами, так сказать, пьем, да. Как театр себя позиционирует, какая у театра реклама, как он присутствует в социальных сетях, как он занимается Яндекс.Директ и, так сказать, продвижением в интернете, как он себя позиционирует, как актеры этого театра часто появляются в средствах массовой информации на телевидении, как они часто снимаются в кино, как мы укрепляем столетний бренд, как мы его развиваем. Это все вот из этих частиц складывает слово успех. Но успех – это миг, а за ним стоит огромное количество, я всегда говорю, попыток достичь этого успеха. И вот кто, с моей точки зрения, пытается, 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 обязательно всегда добьется этого. А если не пытаться, а, знаете, как, лежать под ситуацией и говорить, да что тут у нас, да у нас тут это. Я просто очень часто пропрошу какие-то круглые столы для коллег, я очень часто слышу один из главных аргументов, а почему вы не занимаетесь, к примеру, Яндекс.Продвижением, Яндекс.Директ, тегрирной рекламы и так далее. Ой, ну это у вас там в Москве, у нас здесь это никому не нужно. Вот это сама позиция, да, такого какого-то, так сказать, стагнаться, нам ничего не нужно, нам, да и так хорошо. Вот сколько билетов купили, ну, столько есть. Ну, что вот как у нас есть, то пускай так и идет. Вот это ужасно. Свой театр нужно все время развивать во всех направлениях и в экономическом обязательно прежде всего. Ну, понятно. Опыт театра Вахтангова, допустим, в Бугульму или в Ульяновск непереносим. А опыт одного старейшего и культового театра и опыт другого старейшего культового театра, я к тому, что вы ведь из МХТ пришли в театр Вахтангова. Он вообще логичен, он имеет смысл? Ну, вы знаете, ну, я не совсем из МХТ, я 10 лет поработал зам ректора Анатолия Мироновича Смелянского в школе-студии МХАТ при Московском художественном театре. Ну, к великому театру были причастны. Да, и был причастен. Наверное, чему-то учились. Я общался с Олегом Павловичем Табаковым, да. Ну, вы знаете, я очень много... Вообще, я считаю своим театральным учителем, конечно, Анатолия Мироновича Смелянского в плане понимания театра, отношения к людям, отношения к театру, к самому и так далее. Поэтому для меня, так сказать, этот опыт ценен, и я также им, так сказать, огоржусь и несу в сердце, как и несу опыт, так сказать, когда мне было 16 лет, когда я работал монтировщиком сцены. Скажите, пожалуйста, без обид. Понятно, что быть директором, условно говоря, того же МХТ, или быть директором театра Вахтанговой, или даже быть директором театра Ленком, это одно. А быть директором все-таки Ульяновского, даже областного драматического театра, это другое. И уровень другой, и все. Если представить на секунду, сам не люблю заслагательных наклонений, что Кирилл Игоревич Крог директор, ну, не Ульяновского, не знаю, Димитровградского, того же Бугульминского. А можно сразу вам отвечу. Да. Кирилл Игоревич Крог до того, как стал директором театра Вахтангова, 10 лет поработал в маленьком московском неизвестном театре под названием «Модерн». Я уверен, что вы даже никогда не слышали, не знаете, где Москва находится. Слышал, слышал, знаю. Светлана Врагова, по-моему, да? Да, да, да. Ну, она уже не работает, слава богу, ее уже, так сказать, сняли, отправили на почетный отдых, и это очень хорошо. Вот, поэтому, вы знаете, я вот эти все, так сказать, проблемы маленького местечкового театра, я в этом, в этих проблемах я прожил 10 лет. И находясь вот в этом маленьком московском малоизвестном театре на третьем транспортном кольце, я сумел, извините, сделать из театра, который, когда я пришел в него работать, с посещаемостью 43%, когда я уходил, было 97%. При том же самом репертуаре практически. Вот, и поэтому мне известна проблематика этих театров. Это очень тяжелый труд. Конечно же, я вам скажу так. Здесь в Театре Вахтангов другой уровень задач у директора. Там совершенно иной. Там не на кого опереться, там только ты. Там нет 100-летнего бренда, там нет звездной трупы и так далее. И туда кого-то позвать из известных актеров порой бывает практически невозможно, в условиях Москвы, потому что или нечем платить, чтобы улетворить экономические желания, тех, кого ты приглашаешь. Или многие артисты просто не пойдут в такой какой-то неизвестный театр работать. Значит ли это, что Кирилл Игоревич Крок в принципе из любого, даже провинциального, маленького театра может сделать конкретного уровня. Не знаю. Это, знаете, это все с течения обстоятельств и жизни. Я вам скажу, то количество сил, которые я вложил в театр модерн, когда я работал, это что-то было сумасшедшее, то энергия. Во-первых, мне тогда было 30. И, так сказать, это очень тяжелая история. И это, знаете, как в семье. У кого-то складывается, а у кого-то не складывается. Кто-то живет, а кто-то через два года расходится, разводится, бьет посуду. Театр – это всегда по любви, это всегда по зову сердца. Если ты вот в это влюбляешься, если ты в этом начинаешь внутри находиться и переживать и жить этой жизнью, может быть даже очень сложно и тяжелой, порой неуспешной, порой какой-то непредсказуемой, трудной, порой обидной, то, мне кажется, если ты вот так погружен в материал или в тему, или в эти стены, то обязательно что-то получится. Если ты, конечно, не выступаешь в роли наблюдателя стороннего. Если в роли наблюдателя стороннего, вряд ли что-то у тебя сложится. Мне кажется, что театральные люди – люди особые, и для актеров показателей благодарности гораздо больше. чем капанье раз или два месяца денег на кредитную карту – это цветы, аплодисменты и аншлаги. Что можно назвать показателем благодарности для директора театра? То есть, что ваша работа сделана не зря. Вы знаете, я бы не сказал, что для актера… Да, для нас, для всех, безусловно, финансовое благополучие, твое, твоей семьи, твоего дома, безусловно, очень важно. Но для актера это не самое важное. Вот поверьте мне. Я знаю массу примеров, когда очень известные актеры идут сниматься просто в интересный проект, фильм, потому что там его делает интересный режиссер. Может быть, не на совсем звездные условия. Я знаю многих наших актеров звездных, которые просто говорят, если будет спектакль делать Туменс, я пойду на любой эпизод кушать подано. Поэтому это тоже не совсем так, то, что вы сказали. Для актера, конечно, составляющая успеха, это вы правы, что когда открывается зрительный занавес, мы видим аншлаг в зрительном зале, мы чувствуем дыхание, энергетику публики, а если еще в два раза в месяц приходит зарпная плата, тебе на карту, и она тебе обеспечит некое финансовое благополучие или некое финансовое равновесие, то это, конечно, тоже очень приятно. Так а для директора это что, показатели? А для директора показатели как раз вот то, что я сейчас вам и рассказывал, что это есть у актера. И вы знаете, у меня кроме, вот иногда я, ну то есть иногда, каждый месяц я делаю свод зарплаты артистов. У нас там сложная система оплаты труда, у нас оплачивается отдельно каждая репетиция, каждый выход на сцену, зависит в какую роль ты играешь, там пятая, десятая, есть премии квартальные, полугодовые. И вот для меня самое великое счастье, я себя поймал тут на мысли, что когда из 113 человек в труппе занято в репетициях новых спектаклях было 85 человек. И вот это для меня было самое большое счастье, что хоть на 3-4 месяца нам удается охватить новой творческой работой почти там 80% труппы театра. И вот это для меня самое большое счастье. А еще счастье, когда я вижу, что у некоторых наших артистов, причем не обязательно звездных, а у молодых, а зарплата почти как у директора театра. И для меня это вызывает только радость. Актеры люди благодарные? Они говорят просто человеческие спасибо? Говорят, говорят. Может быть, не сразу, но говорят. Знаете, когда я пришел в театр Вахтангова, меня театр встретил очень осторожно. Пришел новый, не наш, неизвестный. Кто это? Что это? Штыки. Ну, театр в любого нового человека принимает штыки. Но запомню на всю жизнь слова Людмилы Васильевны Максаковой, которая как-то раз пришла ко мне, в комментариях сказала, Кирилл Гриевич, я тут была в одной компании, там слышала что-то о вас, ну, я, чтобы вы знали, я просто, я им всем сказала, что я так давно живу на этом свете, что я уже давно не верю словам. Я верю только делам. Поэтому, знаете, я верю вам. Вот были слова Людмилы Васильевны Максаковой, которая сейчас находится у вас в Ульяновске и блистает спектакль Евгения Онегина. В Москве есть профсоюз директоров театров? Вы дружите между собой? Есть клуб директоров театров. Ну, стараемся, конечно, дружить. Или у вас террористов единомышленников? Нет. Как в некоторых театрах? Нет, нет, нет. У нас у каждого своя жизнь, у каждого свои проблемы, и нам, директорам театров, совершенно нечего делить. Но то, что, я сам скажу, что нет, мы все, так сказать, просто... Любим друг друга. Любим друг друга. Конечно, нет, потому что мы все находимся в Москве в достаточно жесткой конкуренции. В Москве порядка 100 театров. И мы каждый, так или иначе, на этом поле конкурируем с каждым из театров. С кем-то в большей степени, с кем-то в меньшей степени, ну, так далее. Но я не ощущаю себя ни с кем. А ваше общение помогает каждому из вас? Я думаю, что да, потому что многие коллеги мне звонят, как ты это делаешь, или мне нужно что-то узнать. И вы прям сразу им рассказываете, как вы это делаете. А почему я должен это скрывать? Они начнут так же, и у них будет так же хорошо. Нет, ну, пример, ну, звоните мне коллегу из, так сказать, среднего московского такого не шибко известного театра. Скажи, Кирилл, а как вы, так сказать, оформляете представительские расходы в театре? Я говорю, у нас есть положение, у нас есть приказ. Ты можешь мне это скинуть на почту электронную? Конечно. А почему я должен скрывать? То же самое, так сказать, если нужно что-то узнать мне, что мы, к примеру, еще никогда не делали. К примеру, я тоже могу позвонить, к примеру, Марк Борисович Варшаверу, директор театра Ленкома, сказать, Марк Борисович, а вот вы как у вас, вот это, когда-то вы делали, вот, к примеру, вот что-то такое, вот у нас такая проблема. И он, если знает, он тоже мне всегда скажет, конечно, да, и так далее. Или, так сказать, кто-то мне звонит из коллег, ты видел новое постановление правительства? Нет. Говорит, сейчас я тебе его пришлю. Это нормальная взаимовыручка, плечо, так сказать, а партнерское, ну как иначе-то. Спасибо вам, что раскрыли какие-то тайны, потому что директор театра вообще для многих загадка, кто он такой, и чем он занимается. Зачем он нужен, да, действительно. Напоминаю, что сегодня гостью программы «Разговор» был не просто директор театра, директор одного из ведущих из старейших театров России Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный работник культуры России Кирилл Игоревич Крок. Спасибо большое. В эфире была программа «Разговор». Мы работаем для вас. Здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова